Писать пушкинский диктант в день рождения поэта для ульяновцев стал доброй традицией. Международная просветительская акция в этом году проходит в седьмой раз. В Ульяновской области для ее проведения оборудовано более 300 площадок. Одна из них в точке кипения на улице Минаева. По словам организаторов, диктант позволяет увидеть, хорошо ли дети знают творчество выдающегося поэта, а взрослым помогает оценить собственные знания. Сегодня лето, но все равно есть желающие принять участие в этом диктанте. Начиная от малышей, которые еще посещают детский сад, до старшеклассников, которым предстоит поступление в вузы. И я думаю, это замечательный багаж, который им поможет не только во время экзаменов, но и вообще идти уверенно по жизни. Чтобы принять участие в акции в точку кипения съехались все желающие, независимо от возраста и места проживания. Например, семья Набиуловых приехала в Ульяновск из Димитровграда в полном составе. Но участвовал в акции только средний сын Сагид. Остальные члены семьи были группой поддержки. Сначала предложили в садике поучаствовать в национальной конкурсе. Пушкин на татарском языке предложил рассказать стихотворение. Ребенок татарского не знает, но стих выучил на татарском языке. Сейчас со школы уже предложили, но мы тоже согласились. Потому что все равно это живоплаго детям. Из-за этого мы вот согласились. Вопросы диктанта были распределены по возрастным категориям. От этого зависел и уровень сложности. Время для выполнения заданий 45-60 минут. Вопросы пушкинского диктанта очень интересны. И они, конечно, настраивают участников на более глубокое изучение и личности Пушкина, и творчества Пушкина. На какие-то вопросы люди не знают ответа. Что-то они начинают потом искать. Я уверена в том, что диктант подталкивает людей к исследовательской работе, именно биографии и творчеству Пушкина. Это замечательно и здорово. Пушкинский диктант – это не однодневная акция. Он проходит, как сказали организаторы, несколько дней. На оборудованных площадках его можно написать до 10 июня, а дистанционно – до 15 июня. К пушкинскому диктанту может присоединиться каждый желающий.